Прививочный пункт развернут с сегодняшнего дня и в Доме ветеранов номер один на улице Серышева. Его постояльцам медики предложили ввести вакцину от коронавируса. Как на это отреагировали пожилые люди, расскажет Павел Игошин. В Доме ветеранов долго держат осаду от коронавируса. Карантин здесь введен в марте 2020-го. Выходить на улицу можно только в защитной маске и то ненадолго на разведку в магазин, за помощью в поликлинику или поблизости осмотреться и воздухом подышать. После вакцинации пожилые люди надеются, что невидимый враг отступит, и они смогут зажить привычной жизнью. Куда хотелось бы первым делом сходить, чтобы посетить? Не знаю. К детям? И можно, и в филармонии, в мужскомедию можно. Всего в Доме ветеранов на Серышева проживает 168 человек. Привиться от ковида решило большинство постояльцев, но одного желания мало. Приходили и 93-летние и так далее. Но вот вчера удалось провакцинировать только 17 человек. Есть противопоказания. Кто-то болел, да, ОРВИ, кто-то болел ковидом. Здесь, естественно, это хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, артериальная гипертензия в стадии декомпенсации, сахарный диабет в стадии декомпенсации. Но эти пациенты, как только будут скомпенсированы, то есть также смогут вакцинироваться при условии отсутствия противопоказаний. Вакцина от ковид двухфазная. Это значит, что процедуру нужно провести дважды. Поэтому уже через 21 день все, кто привился, придут в этот кабинет еще раз. Сразу после прививки пожилые люди находятся полчаса под наблюдением специалистов. Ничего не страшного. Нормальное. Ощущения тоже нормальные. Мы им объясняли, что лучше сделать прививку, даже если заболеете. Болезнь будет протекать легче. Тем более в таком возрасте. Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививку смогут поставить только через полгода. Из них в Доме ветеранов организовали хор пения, развивает дыхательную систему и помогает победить карантинную тоску. Павел Игошин, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. Напомним, что в Хабаровске край недавно поступила большая партия вакцины, около 22 тысяч доз. По большей части их распределили в учреждения, где находятся люди из зоны риска. В том числе препараты направили в Дом ветеранов и инвалидов поселка Горького и в Дом ветеранов на улице Серышева.